Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы заметили, что в состоянии покоя ваш компьютер ведет себя, как будто он обрабатывает сложные задачи или при выполнении несложных офисных задач, он изрядно тормозит. Это может быть явным признаком заражения его вирусом-майнером. Если вы еще не знаете, что из себя представляет вирус-майнер, то это программа вирус, которая использует ресурсы компьютера для добычи криптовалюты. Подробнее о майнинге и криптовалюте можно посмотреть в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Такая добыча происходит в автоматическом режиме без ведома пользователя и никаких предупреждений в таком случае вы тоже не увидите. Такого рода программа может появиться на вашем компьютере, к примеру, при скачивании файлов из непроверенных источников. Поэтому, прежде чем качать то или иное приложение с неизвестного сайта, проверьте ссылку, к примеру, с помощью сервиса VirusTotal. Просто скопируйте ссылку на файл и вставьте в это поле для проверки, после чего вы сможете посмотреть результат и решить, стоит ли качать данную программу с этого сайта. Ссылка на данный сервис будет в описании под видео. Подобный вирус заставляет работать ваш компьютер на максимальной производительности и при выполнении довольно несложных операций он может сильно тормозить. Длительная работа компьютера в таком режиме негативно сказывается на железе. В результате его компоненты могут быстро выйти из строя. В первую очередь это касается видеокарты, процессора, оперативной памяти и даже системы охлаждения. Первый из признаков наличия у вас на компьютере подобного вируса – это торможение при простых задачах и незамолкающий кулер. Если подобное происходит с вашим компьютером, попробуйте оборвать соединение с интернетом или отключите модем. Если торможение и лаги пропали, а кулер ощутимо притих, то можно с уверенностью сказать, что ваш ПК заражен вирусом-майнером. В последнее время подобные вирусы стали довольно хорошо маскироваться. За работу такого майнера может отвечать отдельный процесс, который может приостановить его работу при запуске тяжелых игр, чтобы пользователь не почувствовал лагу, а сразу же после закрытия игры вирус вновь начинает майнить. Самые опасные из них могут вовсе отключать средства сканирования на вашем компьютере. Итак, для того чтобы его обнаружить, в первую очередь стоит запустить проверку антивирусом со свежими базами. В случае с простым майнером проблем быть не должно, он легко будет обнаружен и удален. А вот с хорошо скрывающими свое присутствие вирусами придется повозиться. Отследить скрытые майнеры вам может помочь диспетчер задач. Открыть его можно с сочетанием клавиш Ctrl-Alt-Delete или Ctrl-Shift-Escape. В течение некоторого времени понаблюдайте за процессами, прежде закрыв все программы. Если какой-то из процессов сильно нагружает систему, это и может быть данный вирус. Вот к примеру, один из процессов на моем компьютере с названием System.exe сильно грузит систему. Для более детальной информации перейдем во вкладку «Подробности» и найдем здесь этот файл. Как видите, он запущен от имени пользователя. Хотя подобные системные процессы должны быть запущены от имени системы. Это явный признак того, что это вирус. Кликнув по нему правой кнопкой мыши, можете поискать информацию о нем в интернете, попытаться завершить процесс. Открыть расположение файла, если это удалось, попытайтесь его удалить. Большинство майнеров в основном используют видеокарту, не нагружая процессор. В таком случае вы можете их не заметить в диспетчере задач, особенно на более старых версиях операционной системы Windows. А вот в диспетчере задач Windows 10 вы можете посмотреть загруженность не только центрального, но и графического процессора. Если его значение в режиме простоя приближено к 100, скорее всего ваш компьютер занят майнингом. Некоторые из майнеров способны самостоятельно отключать диспетчер задач через несколько минут после его запуска. Это тоже является признаком потенциальной угрозы. Также некоторые из них могут при запуске диспетчера задач попросту отключаться и в подобном случае в диспетчере вы его не увидите. Для этого нужно будет использовать дополнительный софт. К примеру AIDA, Anvir Task Manager, Process Hacker и других подобных программ, где вы сможете отследить загруженность системы. Запустив эту программу вы можете увидеть совсем другую картину в сравнении с диспетчером задач. Ссылки на эти программы будут в описании под видео. Еще стоит выделить ситуацию, когда диспетчер задач показывает чрезмерную нагрузку со стороны браузера. Это может быть результат вебмайнера, который работает через определенный веб-сайт. В таком случае лучше не пользоваться им в дальнейшем или установить расширения для блокировки рекламы, которые помогают блокировать возможность майнить сайта с помощью вашего компьютера. Как и есть полезные расширения для браузера смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Чтобы удалить этот вирус, первым делом просканируйте систему антивируса с обновленными вирусными базами. Возможно вам попался простенький майнер и в таком случае ваш антивирус с легкостью его обнаружит и удалит. Если этого не произошло и вы по-прежнему его видите в диспетчере задач, можно попробовать удалить его с помощью реестра. Для этого в окне выполнить или в поиске введите команду REC Edit. Здесь выберите правка Найти. Введите название процесса и удалите все совпадения. Если вы не уверены в том, что файл можно удалить, лучше этого не делать, так как неправильная правка реестра может нанести еще больше вреда для вашей системы. И при любых изменениях в реестре рекомендуется сделать экспорт файла реестра. Подробнее смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Если в диспетчере задач вы ничего не обнаружили, а компьютер по-прежнему странно работает, воспользуйтесь утилитой Anvir Task Manager. Запустите программу и просмотрите все запущенные процессы. При возникновении подозрений наведите курсор на приложение для отображения информации о нем. После нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите детальная информация «Производительность». Выбрав один день, просмотрите нагрузку на ПК в течение этого времени. Если процесс сильно нагружал систему, запишите его название и путь. Кликните по процессу правой кнопкой мыши и выберите «Завершить процесс». Как видите, здесь каждому процессу присвоен уровень риска, по которому легче будет отследить вирус. Перейдите по указанному пути и попытайтесь удалить вирус из этой папки. Скорее всего, он будет скрытым, и вы его здесь не увидите, если у вас не включено отображение скрытых файлов. Чтобы включить их отображение, здесь нажмите «Вид» и установите отметку напротив «Скрытые элементы», после чего он должен появиться. Или же, указав имя вируса, найдите его в реестре, показанным ранее способом, и удалите все совпадения. После рекомендуется еще раз просканировать систему и удалить обнаруженные угрозы, а затем перезагрузить систему. Если вы не уверены в своем антивирусе, воспользуйтесь одной из небольших портативных лечащих утилит типа DrWebCuree. Ее часто используют для поиска скрытых майнеров. Это бесплатная утилита, скачать которую вы сможете с официального сайта. Ссылка будет в описании. Важно использовать последнюю версию данной программы. Вам достаточно скачать, далее запустить сканирование, и дождаться завершения процесса. По окончанию вы увидите весь список обнаруженных угроз и возможные дальнейшие действия. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.